Всех приветствую в субботнем выпуске игровых консольных новостей, главное сегодня. Человек-паук 2 выпустят на ПК самое больное удаление игр из PlayStation Plus Extra за всю историю, Астробот получит кипу нового бесплатного контента, а также первое хвалебное впечатление о Сталкер 2. Потому что, чтобы ничего не пропускать, проверяем подписку на канал, устраиваемся поудобней и давайте же разберемся в главных событиях. Нильсомния Геймс объяснили, будет ли дополнительный сюжетный контент к второму Человеку-пауку, А также анонсировали выпуск на ПК 30 января 2025 года. В Твиттере была опубликована более развернутая информация, из которой следует, цитирую, Хотя у нас нет запланированного дополнительного сюжетного контента для Marvel Spider-Man 2, Мы рады представить весь наш ранее выпущенный после релиза контент версии для ПК, Включая новую игру плюс, новые костюмы и варианты расцветок, функции фоторежима и многое другое. Потому как мы видим из сложившейся ситуации, вместо того, чтобы клепать сюжетный контент ко второму Пауку, Компания делала порт на ПК. Имеем, что имеем. Весьма важная новость этой недели, ведь 18 игр покинут каталог PlayStation Plus Extra, Deluxe и Premium 19 ноября. Всего бы ничего, но в список вошли Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Dragon's Dogma, серия из Kingdom Hearts, Teardown и два прикольных и веселых кооперативчика Overcook и Moving Out. Такой себе, честно говоря, аттракцион чедрости, и будем надеяться, что в ноябрьских раздачах PlayStation Plus данная потеря нивелируется. Если верить словам инсайдера, а также датамайнера Кура Касик, Sony готовит к показу Marvel Wolverine. Информацию накопали в закормах и на основе полученных данных предполагают, что игру продемонстрируют до конца года. С большой вероятностью, что до конца года Sony проведет хоть и небольшую, но все же презентацию State of Play, и вполне вероятно, что как раз на ней и будет продемонстрирован первый официальный геймплей, и вполне возможно будет озвучена официальная дата релиза, когда же стоит ожидать выхода на PlayStation 5. Вполне вероятно, что Marvel's Wolverine может стать ключевым лицом в рекламной кампании PlayStation 5 Pro, ибо список официальных релизов после выхода прошки от PlayStation Studios на данный момент выглядит скудно. Экранизация по богу войны столкнулась с первыми трудностями, Sony Pictures TV и Amazon MGM Studios приняли решение перезапустить разработку сериала. Как сообщает Deadline, компании хотят двигаться к другому направлению, подробностей пока что не раскрывают, но известно, что проект покинул шоураннер Рэйв Джаткис и исполнительные продюсеры Хоук, Остби и Марк Фергус. Большие сомнения вызывают подобные киноадаптации, когда во время работы над проектом меняются ключевые лица. Главное, чтоб это получился не новый сериал по Borderlands с Кратосом главной роли. Американские аналитики провели весьма интересное исследование, которое показало, есть ли связь между увлечением видеоиграми в детстве и успехом во взрослой жизни. Опросы тысячи американцев показали, что геймеры со стажем, то есть из детства, зарабатывают в среднем на 5500 долларов в год больше, чем те, кто не привык к видеоиграм с детства. Анализ углубился в игровой рынок и показал, что обладатели и фанаты PlayStation зарабатывают больше всего, что составляет 62726 долларов в год, и это больше, чем фанаты Xbox, Nintendo или ПК. Также исследование показало, что любители игр с рейтингом 17+, по типу Resident Evil, Dark Souls и тому подобное, преуспевают в финансовом плане больше, чем поклонники казуалок. Поэтому, если ты обладаешь консолью PlayStation и не казуал, в кой-то степени можешь себя считать финансово успешным человеком. Особенно это чувство усиливается, когда входишь в цифровой магазин PlayStation Store и видишь новые цены на игры. Экс-глава PlayStation Шон Лейден считает, что AAA-блокбастеры уничтожают индустрию. С его слов, рост затрат на разработку игр ведет к снижению творческого потенциала. С его слов, индустрия делает ставку на безопасные проекты с легкими способами монетизации, что убивает креативность и выталкивает с рынка менее рейтинговые проекты и оставляет только крупные блокбастеры и инди-игры. По словам Лейдена, средний сегмент игры исчезнет, если индустрия продолжит полагаться на блокбастеры и это станет приговором для всего игрового рынка. Печальная новость, и средний сегмент игростроя порой дарит больше и интереснее экспириенс от прохождения их игр, чем какие-то расхваленные блокбастеры. Team Asobi выкатили график с планом на выпуск 5 новых уровней для их творения Astro Bot. Игра получит новых 5 уровней для спидрана, выйдут они 17, 24 и 31 октября, а также 7 и 14 ноября. Как вы понимаете, набор будет бесплатен для обладателей полной версии игры и это всего лишь первая партия уровней для спидрана. В будущем будут и другие, а к концу года планируют добавить новых ботов, в том числе из Helldivers и Stellar Blade. Вот что действительно окупает свою цену, так Astro Bot и его грядущая поддержка. Очередная лажа от Sony. Ремейк Until Dawn облажался и набрал на 29% меньше игроков на PS5, чем провальный Comcord. Игроки не видели смысла покупать ремейк, о чем свидетельствовал рейтинг загрузок из подписки PlayStation Plus за неделю и во время выхода ремейка. Пользователи предпочли сыграть в оригинал, который доступен в каталоге PlayStation Plus, вместо того, чтобы давать фулл прайс за новую игру. На ПК игру также достаточно холодно восприняли, максимальный онлайн в Steam достиг едва 2500 человек, что явно не оправдывает всего того хайпа, который был. Следующий в списке соневских переизданий Horizon Zero Dawn, который доступен для предзаказа в PlayStation Store. Если у тебя есть обычная версия, то обойдется всего лишь в 10 долларов. Но и эта сумма, как по мне, не обоснована. Критики поделились первыми впечатлениями о S.T.A.L.K.E.R. 2. Сердце Чернобыля после несколько часов игры. Говоря проще, большинство из играющих осталось в восторге. Хвалят игру в первую очередь за бомбическую атмосферу, графику на высоком уровне, геймплей, затягивающий с квестами. Не просто на «отдолбись, как это делает Ubisoft», а с душой. Но из минусов также отмечают, что немного затянутый старт и, пожалуй, очень много критических багов. Возможно, большая часть их будет пофиксена к релизу, который запланирован на 20 ноября и выпустят патч первого дня. Надеемся, что в 2025 году игра все-таки доберется до PlayStation 5. Но пока что ее выпуск состоится на Xbox Series и ПК. Канами поделились первыми успехами ремейка Silent Hill 2. Игра разошлась тиражом свыше 1 миллиона копий менее чем за 3 дня. Неплохой результат, учитывая, что франшиза в большей степени популярна среди олдов, а для более юного геймера одно название Silent Hill ни о чем не говорит. Помимо этого, энтузиасты заметили, что с патчем для игры 1.0.3 Bluebird Team исправили внешность одного из ключевых персонажей, Анджела. Скулы и овал лица стали выглядеть более органично, что не может не радовать фанатов. И раз мы заговорили о польских разработчиках Bluebird Team, параллельно с ремейком Silent Hill 2 команда работала над собственным хоррором Cronus The New Dome. Анонс состоялся на небольшой онлайн-трансляции от Xbox. Игра расскажет нам о путешествиях во времени и отправит игроков в постапкалиптическое будущее и Польшу 1980-х годов. В роли странника игроку предстоит выживать среди чудовищ, чтобы вернуть погибших людей из прошлого. Такая небольшая отсылка к их прошлому творению The Medium. Выпустить игру планируют в 25-м году PlayStation 5 Xbox Series и, конечно, ПК. Любопытное и неожиданное появление на Metacritic. Появилась страница Resident Evil 9, что может свидетельствовать о скором анонсе хоррора. На странице пока нет ни приблизительной даты выхода, ни арта. Из платформ указано, что выход состоится только на PS5 и Xbox Series, хотя сомневаюсь, что на ПК она не выйдет. Кто сильно вдохновился появлением собственной страницы Resident Evil 9, объективно нужно понимать, что, как и в случае с Википедией, на Metacritic создать карточку игры может почти любой желающий. Но также нужно понимать, что ряд проверенных инсайдеров, Dust, Golem и тому подобные неоднократно заявляли, что Resident Evil 9 находится в активной стадии разработки и, скорее всего, в начале 2025 года состоится официальный анонс. Обладатели и те, кто присматривались в покупке Dragon's Dogma 2, могут быть рады. Игра получила новый патч, который добавил два новых режима графики, приоритет качества и производительности. Если говорить на языке цифр, режим качества дает честные 4К с FPS на уровне от 30 до 40 кадров в секунду, режим производительность 1728p с растягиванием до 4К, но в то же время мы получаем от 50 до 60 FPS. Если не знаете, во что бы его интересно и необычно поиграть на PS5, то вышла бесплатная двухчасовая демка многообещающего научно-фантастического экшен-рпг AI Limit. Насколько я правильно понял, очередное творение от китайских разработчиков поиграть можно будет вплоть до 21 октября до 8 вечера. Геймплей на это скорее соус-лайк, только в типичной классической азиатской стилистике, чем-то напоминающей Genshin Impact. Потому если желаете опробовать что-то новенькое, берите на заметку. В сети появился полный список трофеев для PS5 Dragon Age The Vale Guard. Всего их будет насчитано 53 штуки. Для получения платины предстоит выполнить все квесты спутников, помочь фракциям улучшить экипировку героя по максимуму и исследовать игровую локацию до мельчайших деталей. Без упрощения для казуалов не обошлось, так как нет трофея, который предусматривает пройти игру на повышенном уровне сложности. До релиза осталось менее двух недель, и состоится он 31 октября, PlayStation 5, Xbox Series и, конечно, ПК. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр новостного выпуска, не забываем поддерживать ролик лайком, канал подпиской, и с вами был канал GamesMafia, услышимся в новом выпуске. Спасибо за просмотр новостном выпуске.